Пусть а и n натуральные числа, причем а больше единицы, n больше единицы. Бывает ли число а в степени n минус 1 простым? Оказывается, для этого нужно, чтобы а равнялось двойке, и n было бы простым числом. Правда, этого условия недостаточно. А именно, если вы возьмете 2 в 11 степени минус 1, вы двойка, это кажется, да. Замечательно, 11 тоже простое число, но 2047 это 23 умножить на 8, это составное число. Эти числа названы в честь Аббата Мельсенна. Это один из величайших людей вообще в истории человечества, потому что это человек, который создал первую академию наук. Парижская академия наук, это середина 17 века. Мельсен был человеком, который начал писать письма ученым. Ученых, конечно, было тогда немного, не настолько много, как сейчас. Но тем не менее, он начал писать письма всем ученым того времени, получал от них ответы, эти письма копировал и рассылал тем, кому эти ответы интересны. Таким образом, он выполнял работу за все научные журналы, какие сейчас существуют на свете. Невозможно было бы сейчас вопросить такого человека. То есть роль такого Мельсенна сейчас играли, конечно, интернет и вся вот эта вот издательская библиотечная система. Но действительно был великий по, так сказать, замузлу и по результату деятельности человек. Вот в честь него названы эти простые числа. К 2006 году было известно 43 числа Мельсенна. Наибольшая из них это было 2 в степени 30 402 457 минус 1. Если его записать в десятичной системе исчисления, у него 9 152 052 цифры. Международный проект по поиску очередных чисел Мельсенна работает и сейчас. Устроен он так, что любой человек может зарегистрироваться на специальном сайте. Ему на компьютерах тогда будет загружена некоторая программа. Она начнет считать. Как только она что-то насчитает, разумеется, не простой число, это бывает крайне редко, а какой-то кусочек вычислений сделает, то как только этот кусочек станет достаточно разумным, чтобы его послать, по интернету посылается, что называется, в центр. И таким образом на огромном количестве компьютеров по всему миру, естественно, стараясь использовать этот компьютер на время, когда хозяин ничего на компьютере не делает, это когда процесс свободный, вот, таким образом проводят совершенно фантастический объем вычислений. И, разумеется, проверка простоты таких чисел – это очень особый алгоритм. Не хочу сейчас говорить про это. Давайте все это просто решим задачу. И, кроме того, обсудим, почему бы эта задача интересна была для греков. У них были такие совершенные числа. Ну, сначала задачу. Вот, смотрите, если у нас число А больше единицы, то срабатывает известная формула. А в степени n минус 1 – это А минус 1 умножить на А в степени n минус 1, плюс А в степени n минус 2, плюс и так далее, плюс А плюс 1. Формула суммы геометической прогрессии. Вот, если А больше 2, то это будет нетривиальный множитель, а n больше единицы, значит, он не равен, а в степени n минус 1, число с основой. Отлично. Теперь давайте разберемся, а почему же n должно быть простым? Да, собственно, по той же причине. Представьте себе, что n число непростое, n равняется k умножить на l. Тогда А в степени n минус 1 – это А в степени n в степени k минус 1. n равно k. А значит, можно воспользоваться вот этой формулой, только не для числа n, а для числа k. Это будет А в ритм минус 1 умножить на вот то же самое, а именно А в степени n в степени k минус 1 плюс и так далее и так далее, плюс А в степени n в 2 плюс 1. Опять мы разложили на множители. Так что задача решена. А при чем здесь совершенные числа? И что такое совершенные числа? Давайте возьмем какое-нибудь число Мерсен. Приглядимся, почему она равна сумма числа этой страницы. Она равна 7. А 7 плюс 7 – 14. А 14 плюс 14 – 28. Так что, если вы возьмете сумму всех делителей числа М, то получится, что она в 2 раза больше, чем число Мерсен. Давайте поймем, как это выглядит в общем виде. Рассматриваем число вида 2 в степени p минус 1. Предположим, это число Мерсен. p – простое число. 2 в степени p минус 1 тоже простое. В качестве числа М берем произведение числа 2 в степени p минус 1 на 2 в п минус 1 степень. Так же, как здесь мы взяли не 8 в 2, а только 4. И посмотрим, какие есть делители у числа М. Понятно, какие. Степень двойки. Так, разрешите, я для краткости обозначу, что я не переписываю все время. Это буквой Q. А также числа Q, 2, 4, 4, Q и так далее. 2 в степени p минус 1 умножить на 1. И все. Если мы сложим все числа первой строки, то, ну это известнейшее свойство, когда степень двойки складываю, что получается следующая степень минус 1. Получается 2 в степени p минус 1. То есть сумма всех чисел первой строки – это просто число Q. Когда вы это число Q прибавите Q, получится 2. Результат прибавите 2, получите 4. И в результате действительно получается, что сумма делителей от числа Q умножить на 2 в степени p, это Q умножить на 2 в степени p. То есть это совершенное число. Тейлер доказал, что других четных совершенных чисел нет. То есть если мы взяли четное число, и его сумма всех делителей в 2 раза больше, чем это число, то на самом деле мы взяли число вот такого вида. То есть мы взяли какое-то числовое ценное и умножили его на 2 в при минус 1 степень, где числовое ценное 2 в при минус 1. Доказательство очень простое. Да, кстати, про нечетные числа по сей день ничего не известно. Точнее, компьютерный счет и разнообразные рассуждения доказали, что до совершенно огромных чисел нет ни одного нечетного совершенного числа. То есть там использовались крайне хитрые рассуждения и огромные вычисления. Невозможно совершенно найти вот просто так вот руками, да? Абсолютно невозможно. Так что есть ощущение, что, скорее всего, нечетных совершенных чисел нет. Но доказать это не представляется совершенно возможным, потому что, в общем, многие пытались и довольно замысловатые факты доказывали. Вот если бы было нечетное совершенно число, то там было бы то-то, то-то и то-то. И вот пока ничего нет. А между тем, разобраться с четными легко. Давайте подумаем, как устроены делители числа n. Любой делитель числа n. Получается, когда мы берем какую-то степень двойки, то есть число вида 1, 2, 4 и так далее, 2 в степени r, и умножаем на любой делитель числа s. То есть надо представить себе, что вот это их умножить на единицу, где-то там их умножить на s, 1, 2s, 4s и так далее, 2 в степени r, s. Ну а здесь берем произвольный делитель числа s и умножаем его в сне степени. Такая табличка. Но поскольку каждая числая табличка является произведением степени двойки и нечетного делителя числа s, то сегма n получается умножением суммы вот этих всех степеней двойки, то есть сегма от 2 в степени r на сегма от с. Вообще сумма делителей это мультикативная функция. Кстати, сумма квадратов делителей, сумма сегмы в степени делителей обладает вот этим замечательным свойством. Если число является произведением двух взаимно простых чисел, то сумма делителей получается умножением суммы делителей одного на сумму делителей другого. Отлично! Значит, я вот это вот уравнение могу записать в следующем виде. Вместо сегма от n я могу написать сегма от 2 в степени r умножить на сегма от s, это вот сегма от n. А здесь будет 2 умножить на 2n, то есть 2 в степени r плюс 1 умножить на с. Хорошо. Вспоминаем, что такое сегма от 2 в степени r. Это сумма 1 плюс 2 и так далее, плюс 2 в степени r, то есть это 2 в степени r плюс 1 минус 1. Значит, мы получили такое равенство. 2 в степени r плюс 1 минус 1 умножить на сумму делителей нечетного числа s. Это 2 в степени r плюс 1 умножить на s. Проверяйте. Вот здесь вот написано число 2n, удвоенное наше исходное число. Здесь сумма делителей 1, 2 и так далее, 2 в степени r. Обратите внимание, вот это число степень двойки, а это число нечетное. Значит, s обязанно делиться на это число. Давайте для краткости я это число позначу буквой q и пишу s делится на 1 минус 1 минус 1. Ну, давайте напишем. s это q умножить на какое-то натуральное число t. И сейчас перепишем вот эту верхнюю строчку, заменив s на qt. И, разумеется, сократив на q при этом. Потому что здесь есть q и здесь есть. Получится, что σ от s это 2 в степени r плюс 1 умножить на t. Другими словами, это q плюс 1 умножить на t. Хорошо. Хорошо. Что это такое? Это qt плюс t. qt это то же самое, что s. Это один из делителей. t это то же самое, один из делителей числа s. Но вообще-то там есть еще и делитель единицы. А здесь написано qt плюс t. В общем, противоречие. Как же так? Сумма больше, а между тем, хотя, казалось бы, мы ничего не предполагали. В каком случае не будет противоречия? если не будет этого самого лишнего делителя числа один. Очень интересно. А как же это? У числа есть делитель самого этого числа, т. t. Есть делитель t, есть делитель один, но при этом делителя один на самом деле нет. Ну, разгадка очень простая. t должно быть равно единице. должно быть равно единице. то есть число s это просто 2 в степени плюс один минус один. И при этом действительно вот в этом выражении суммы делителя числа s только два слагаемых, а именно само число s и число t, то есть вот эта самая единица. Проще говоря, это не просто t равно единица, но и вот это число простое. Никаких других делителей кроме qt и t быть не может. Значит, это число простое, это число есценно. Вот и все. Мы получили полное описание четных составных чисел. Ну, непонятно, множество простых чисел есценно конечное или бесконечное, но понятно, что на этом пути больше не скажет. Мы полностью свели задачу почетных совершенных числах к задаче его нахождения простых чисел есценно. неожиданно. Продолжение следует...